Итак, эволюция пауэрлифтинга или как за полтора месяца стать самому себе тренером? Также у меня есть тоже история одна, веселая с детства. Когда мне было 5 лет, у меня отец как раз таки ремонтировал в автомобиле, он стоял на домкрате, а домкрат стоял на каком-то там что-то типа чулки или поленок, вот. Тут я подошел, стал крутить домкрат до упора, вот до упора докрутил, там уже машина такая уже была на грани стала балансировать, я еще подергал, 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 я накручу прямо на бок, так и херак, и я сразу в панике бежать, блин, у меня сестра старшая спрятала в шкафу, вот, и сидел там, ждал своей участи. Ну и что со мной было, я вам расскажу уже в конце вебинара. Секретный секрет успешного успеха. Это, в первую очередь, цель, цель определяет нашу мотивацию. Простите. Что такое цель? Это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека. Итак, все поняли, что такое цель? Никто не запутался. Никто не запутался в этом определении. Я постарался отобрать самое простое – определение цели. А мотивация – это некая сила, которая заставляет людей действовать и добиваться поставленных целей. Это пишет цель бицуха 50 см. Кстати, об этом сейчас будет сказано, что цели должны быть измеримы. Да. И мотивация требует цели, получается. Если у вас есть цель, то тогда у вас есть мотивация и идти на тренировку. Цель должна быть достижима, и мечтать при этом вы должны о большем. То есть, если вы поставите себе цель потянуть тонну, блин, ну, конечно, шикарная цель, но она практически недостижима. При этом с этой целью можно жить, вы просто ее должны разбить на какие-то подцели, потянуть 200. Даже никакие плинты не поставишь, чтобы тонну потянуть. 200 там через какое-то время. Дальше следующая цель, следующая цель и так далее. Поэтому цель должна быть, в принципе, реальной. Хотя мечтать никто не запрещает и нужно о многом. Для чего должна быть цель реальная, измеримая, чтобы ее можно было, во-первых, определить, чтобы достигли, желательно по времени тоже ставить заделы для того, чтобы вы понимали, вот есть определенный этап, к которому я должен стремиться. То есть, тогда я сегодня не могу прогулять тренировку, не могу заболеть и так далее, и я к этому и иду. И, естественно, таким прорывочным этапом у нас всегда собираются соревнования. Скажи, Юрий, как ты считаешь, необходимо ли человеку, вот он пришел, начал что-то делать, участвовать в каких-то самых простых соревнованиях, пока еще уровня не достиг? Да, тоже бывают люди, блин, я еще вот там цель, например, у него КМСа поднять, но я же еще КМСа в зале не поднял, зачем мне выступать? Кто-то говорит, а зачем мне вообще позориться только? Да вот там все приходят, поднимают, а я вот сейчас там подниму свои 100 килограмм, еще что-нибудь. При этом, ну, это как бы я говорю, собственный пример описываю. То есть, у меня есть одна мадам, может она смотрит этот вебинар, если смотрит лишний раз, еще раз как раз получить леща словесного. Вот, то есть человек занимается, да, впервые у нее сейчас будут соревнования на этой неделе в субботу, вот, то есть у нее КМС 110, а она пока только тянула 100 на 2, да, то есть нет цели на этих соревнованиях поднять 110, но она хочет именно на этих соревнованиях прям сразу сделать все и сразу. И говорит, что мне позориться, блин, я не могу, и начинает там себя накручивать, а если я вообще там ничего не подниму? Ну, короче, это полная фигня, то есть любому человеку любого уровня нужно выступать на соревнованиях, потому что, во-первых, это бесценный опыт, то есть ты можешь готовиться, там, не знаю, лет 5, да, то есть к своей цели идти, ты вроде дошел до своей цели, но только лишь потому, что ты не был опытен в плане, ну, то есть у тебя не было соревновательного опыта, ты пришел на соревнования и обосрался. По-другому это не сказать, то есть ты, например, у тебя была цель поднять уровень МСМК, например, в Троеболе, а ты там на мастера там еле насобирал, потому что у тебя присед не зашел, вот, там, так как ты планировал, а все, там у тебя было все притирочку посчитано, там, на 5 килограмм меньше встал, все, все сразу планы полетели, и ты все это сразу расстроился, жим еще хуже, тяга и вообще жопа полная, и вот ты там своего мастера еле там насобирал, потом тебе это все психологически сказалось, и ты вообще подумал, да нахрен вообще-то нахрен пауэрлифтинг, вот, я вот там в зале поднимаю, а тут вот на помосте херак, типа, там и не пошло, да и пошло все в жопу, короче, я разочаровался в этом спорте, там, и ухожу, то есть может и таким закончиться. То есть выступать нужно, еще раз вывод, при любом уровне, даже если ты там полгода позанимался, например, да, то есть подготовился, лучше выступить, то есть опять же любое выступление, это ваша точка отчета, то есть то, к чему вы пришли, то, к чему вы будете, опять же, отталкиваться при дальнейшей подготовке. Юрий, разрешу, дополню, также, если у вас есть какая-то цель, то сразу скажу, там, поднять сколько-то, все, что вы поднимаете в зале, это не зачет, зачет только на соревнованиях, так уж принято. И для того, чтобы показать свои умения, навыки, наработанные, да, свой результат на соревнованиях, нужно привыкнуть, в принципе, к соревнованиям и к этому самому процессу, потому что первый раз, во-первых, это другое место, другой зал, часто бывает там свет светит в глаза, все это может вас психологически дестабилизировать. Такое бывало, вступал на чемпионате мира, тебе прям прожектор, прям хочет сказать по матам, ну ладно, светит в глаз. Да, светит в глаз, поэтому это действительно все отвлекает, меня так было, выступал когда на студенческих, там как-то все попроще, а когда на Москве выступал, там уже на сцене, зрительный зал светит на тебя свет, там первый подход приседа, я там, не помню, не досел и на колено упал, на что-то нибудь не срослось, только к третьему подходу я взял вес, в итоге там, помню, хотел 300 встать, а вот так первый подход 285 его с третьего раза и сделал, да, первый раз я не досел, второй раз я пересел, а, второй раз я шагнул вперед, точно, и третий раз нормально все было. Нет такого понятия, пересел. Пересел, да. Первый раз не досел, второй сел нормально, шагнул вперед, с радостью и со звуком, словом, как сказать, ну блин, только по-другому, за что получил предупредительную карточку. Вот, кто-то пишет, где взять деньги на взнос на соревнования, как будто великие деньги, ты не пристал на какой-нибудь сразу чемпионат мира, там, GPL, еще там, ВРП, нужно, там, получается, стартовый взнос отдать 5 косарей, да, чтобы выступить, там, соответственно, если ты в дивизионе допинг-контроле выступаешь, если без, ну, там чуть поменьше. Но иди, там, элементарное соревнование, это опять же соревнование все же, вот, опыт, он также нарабатывается при любых соревнованиях, вот, и там, где же какие-нибудь ФПРовские соревнования, там, какое-нибудь, там, первенство, там, области, там, еще чего-то, края, там, районы, там, взносы, там, рублей 500, я думаю, максимум, потому что 500 рублей, тогда в Макдонус один раз не сходить. Можно заработать, да, то есть вывод какой? Участвуйте в соревнованиях, нарабатывайте опыт. Это тоже опыт, так же, как и техника, все это приходит с опытом. И цель должна быть определена во времени. Как видите на фотографии вот этих парень с гантелью, чупло телосложение, считая, что через месяц он станет таким, как на другой картинке. Но все мы понимаем, что это, в принципе, невозможно. Что же будет вас ждать, если вы себе поставили слишком завышенные цели? Вы можете разочароваться. Вот. И при этом надо не забывать, что ваши цели, да, вы можете их и не достичь, но вы должны к ней стремиться. И бывают разные ситуации, и нам нужно иметь определенную гибкость. Вот. Но это не должно вас слишком сильно расхолаживать. Если вы определили цель во времени, она адекватно отвечает всем планированиям, вы должны к ней подойти, но вдруг не подошли. Мне нужно расстраиваться и говорить, это не для меня махать рукой, а нужно что? Переосмыслить. Да, вот если я в первую очередь поправлю, тут как бы не то, что цель какая-то невыполнимая. Цель выполнимая просто... По времени. ...со сроками проема получается. Как минимум. Вот. Поэтому, если ты на себе ставишь какую-нибудь цель такую, ну, скажем так, как я всегда говорю, то, что цели должны быть немного заоблачными. И вот таких ситуациях, когда ты ставишь прям супер-мега-великую цель, не обязательно ограничивать себя там в год или в два. Пусть это будет там лет через пять. Или там это будет цель, которая вот именно идеальная цель для тебя, которой ты будешь идти там на полом, там, да, невзирая на все. Вот. Но перед этим все ставят какие-то просто именно сейчас проходящие точки, да, например. На этих соревнованиях мне нужно поднять столько-то, там, на следующих столько-то, столько-то, столько-то. И вот благодаря этому ты, кстати, будешь двигаться. Как там говорится на английском, step-by-step. Доуриен пишет, нельзя ставить планку, так ну не ставь в постановке своих целей себе планку. Сделай, например, моя цель пожать больше 200 или 200. Не, планка такая, ты себе говоришь, блядь, да я никогда бы, никогда не потяну 400, вот это планка. А просто от старта к старту себе получается обозначать результат и, соответственно, от старта к старту его повышать. Тут ни о какой планке вообще речи не идет, по сути. Итак, после того, как мы проговорили про цели, скажите, пожалуйста, готовлю ли вы теперь сформулировать свои цели более четко? Ну, естественно, для достижения любой цели нужна дисциплина. А дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Формулировка вообще. Да, интересная точка. Но в нашем примере я бы сказал так. Например, есть упражнения, которые нравятся или не нравятся. Есть упражнения, которые надо делать, которые, например, очень надо делать. Поэтому, конечно, спорты остаются те, достигают целей, кому нравится и сам процесс. Кроме цели, надо увлекаться и самим процессом. И скажите, все ли здесь присутствующие, увлечены самим процессом, им действительно нравится само время провождения, тренировки сам процесс и такой мотивирующий слайд все будет не так как мы решим а все будет так когда мы решим то есть вы должны четко здесь сейчас решить что вы хотите двигаться решить что вы хотите достигать и сказать себе да идти вперед за новыми знаниями далее у нас следующий пункт из нашего секретного секрета успешного успеха это тренировки также можно назвать трудом то есть то что вы делать для достижения своей цели и конечно же хочется разобрать так чуть более подробно это что у нас самые важные пункты до в тренировочном процессе это самое первое правильно дозируя свою нагрузку как я все время говорю наших уже теперь частых мастер-классах это то что все получается наши тренировочные планы которые построены на процентовке то есть этот процент рассчитан на спортсмена с идеальными условиями то есть спортсмена который находится на спортивных сборах то есть либо дома но не обременен никакими заботами делами и тому подобное вот то есть для нас обычных смертных процентов как правило не работает вот и приводит в дальнейшем к травмам как правило рано это будет или поздно но это будет вот потому что всегда наступит тот день когда у тебя будет по плану например всегда говорю стандартно присесть например 200 на 5 а ты устал не доел не доспал и тому подобное тебя стресс на работе схватил да там еще раз и мы без того не потому что угодно потому что это это не за один день это все появляется весь этот стресс усталость накапливается у тебя все накапливается а по процентовки веса повышаются тут какой-то низкой ничего да получается вот и и получается что ты делаешь там свой первый подход до там 5 по 5 задачи 200 кое-как там родил с божьей помощью и все дальше второй подход 200 на 4 3 200 на 3 4 5 там отказался скажем так на соревнования спортсмен закончился результатом 200 на 5 дальнейших подходов отказался вот и так что же я предлагаю в таком случае да то есть как избежать такой ситуации то есть лучшем случае да если например так три подхода сделала отказался и бываешь ты один подход второй подход третий травма и соответственно ты отказался еще бывает что ты включил там супермена да у меня болит да там болит значит растет или там нет боли нет результата понял делать дальше на хрен доломался тебя задавила сложила и вообще там полное веселье в кавычках вот и так то есть то есть если не придется процентовки пододелать каким образом да то есть ты можешь придерживаться процентовки вот то есть как получается в качестве получается опорного до какого-то плана именно по весам то есть ты например насчитался там 200 на 5 делаешь таким образом до начинаешь с того веса которые ты при любой погоде при любых условиях присядешь да например 180 начал 180 там 190 если слегка пошло 180 90 прошелся нормально 200 отработал как раз вы в плите ручку и обратно спустился то есть ты получается план выполнил на 200 раз то есть психологически никак себе не травмировал там до судейской психики куда 2 вот и в то же время то есть ты выполнил свой план по тренировкам вот и можно пример дальше там смело в следующую неделю до этом через две недели себе добавить на питере к рабочим стату и плюс ты также не перегрузил cns и не подверг себя риску травмироваться это может согласиться с этим с этой методикой кто-то может нет для меня это и логично том то же время и практично потому что на практике это все же 10 раз отработано мной на протяжении нескольких лет и все работает разреши я поопределю на таком сравнительном примере если ты не против та ситуация когда ты пришел на тренировку по каким-то внешним обстоятельствам ты не можешь выполнить на сто процентов да и ты понимаешь что это связано с каким-то фактами переутомления и так далее то чтобы ты стал что происходит с вашим организмами и нервной системы она перенапряжена она истощена тренировка это стресс дополнительный от которого мы должны что получить супер компенсацию вопрос вот есть два организма который у нас в плохом состоянии хорошим супер компенсации у них будет разная поэтому когда кто-то вот скажет но вот эта пирамиды там до 200 и обратно это же не то же самое что 205 поперек конечно не то же самое стресс общий здесь будет меньше организм данный момент может дать отклик меньше дать меньше супер компенсации а если вы дадите больше чем он может там и будете слишком сильно пересиливать то весь этот стресс который может супер компенсирует на угнетение центральной нервной системы грубо говоря есть у вас стакан воды два стакана воды вы в него не нальете есть одна аксиома аксиома напомню из геометрии терминологии да вообще из математики что-то истинно принимаем доказательств пусть она будет для вас истинно принимаем без доказательств в принципе к ней уже есть вот то что любые отказные подходы они понижают уровень тестостерона то есть негативно влияет на вашу гормональную систему доказательную систему вот их и раньше дальше свои процентовки и отказные подходы и у вас будет тесте как пятилетние девочки вот и все едем дальше и так далее правильно дозирует свой нагрузку этому проехали обратную ситуацию потом расскажу когда мы поговорили когда не нужно переусердствовать я же рассказал когда все хорошо какие плюсы есть и так быть героем не всегда хорошо так погоди к стоп минут назад вот вот мы пролетели этот слайд и так все должно быть циклировано никакого хаоса то есть все должны понимать да что наш план тренировок то есть он так и называется план тренировок а не какой-то сумбур там и набора упражнений подхода повторений тому подобное вот то есть все должно быть циклировано да например есть у нас там микроциклы и мезоциклы и тому подобное то есть должно просто делиться соответственно межсезонье скажем так на основную подготовку выход на пиксил и подводка вуаля наступление да то есть грубо говоря да это так поверхностно вот то есть не должно быть такого сегодня я делаю там пять по пять завтра я делаю прикидку после завтра делаю 6 по 3 там еще там через неделю то есть вот такая фигня то есть завтра у меня проходка послезавтра у меня там бодибилдинг через неделю там у меня опять там пусть то просто в силовом режиме там тренировка я там поработаю над мертвыми точками потом поработал мертвыми . ну вот я поработал восстановился через неделю там опять прикидка как и ногу я поработал там потом то есть то что я люблю да это помню туфту говорю сается само собой вот то есть все должно быть циклировано то есть плавно разгоняемся сначала там подкачка отдых межсезонье соответственно если вы закончили сезон с травмами соответственно сначала лечение травм само собой полный отдыха тренировок потом потихоньку увлекаемся в тренировке сна ли мобильности тому подобное если речь идет о травмах да потихоньку соответственно начинаем выходит выходить на силовой тренинг потом соответственно пик силы разгрузка соревнований а не то что я вам говорил да там сегодня там одно завтра другой потому о блядь срем нашел завтра выступлю просто рядом там через дорогу еще там куин фигню то есть не такого быть не должно и я думаю все согласятся не согласны пишите да далее быть героем не всегда хорошо то есть к чему это фразы то что бывает такое да ты например заболел простыл тебя темпер там сокли ручьем там не знаю как успеваешь высмаркиваться или там сопли глотать вот ты пришел на тренировку потому что тяжа подготовка у тебя осталось два месяца ты не можешь пропустить да и блин я же спортсмен я выбрал слаженный путь иду тренироваться начал тренироваться те стало еще хуже и кое-как дошел до дома там если там девушка блядь не хреново принеси мне там тарафлю еще там чего-нибудь вот то есть в случаях если заболел урви грипп там неважно вот тут же сидят сидеть дома реально не зря только понятие придумали как больничный вот потому что во первых есть ты не 5 не потренируешься ничего не будет раз тренированность начинается то есть потеря мышечного тонуса после двух недель то есть за неделю точно у тебя ничего с тобой не случится никакого отката ты не поймаешь вот есть придешь тренироваться больным косым хромым что происходит во первых ты за раз заражаешь других до первых ты ведешь себя как чмо да и идешь заражаешь других об этом ты даже не думаешь у тебя же этот в голове только цель и все и тому подобное там вижу цели дух цели неважно там заражу не заражу и тому подобное потом ты например пришел заразил других ты выздоров приходишь все больные тебя обратно заразили замкнутый круг и такое тоже бывает у меня в семье так и есть болею я девушка не болит девушка болит потом эти поливия вот поэтому помимо этого то есть это психология то есть негативно с каждой на психологии так как ты на этих тренировках нихрена ничего не поднимешь и даже твой разминочный вес тебе может придавить поверь мне такое было еще лет 10 назад вот когда я например приседал там 240 на 5 мне 200 придавило на втором повторении вот тебе и все да то есть вся твоя тренировка вот и это потом то есть отложится на твоих на той психологии что блин у тебя не поперла и потом когда ты даже уже выздоровеешь у тебя это информация отложится хреново тренировках и это скажется на дальнейших тренировках вот и с этим же настроем пойдешь тренироваться дальше и даже не будешь думать о том что вот сейчас я выздоровел сейчас мне будет там я буду полон сил и тормоподобных вот и конечно же ты их поставишь покажешь ли новые результаты тренировочные ты соответственно еще хуже убьешь свой иммунитет и будешь лечиться там не 5-7 дней а вару это можно вылечиться там если обычно как простудам и за три дня что-нибудь иммунное в колу выпил там и на ты уже там столбим на следующий день вот ты собачь на растянешь на вечность и вообще ни хрена ничего не покажешь вот поэтому просто лечим сидим дома лечить такой ситуации далее если у тебя например там какая-то травма да то есть ты все пришел здоровый и тому подобное начал тренироваться что-то заболела что-то подтянуло что-то стрянуло еще что вот таких случаях тоже а там тоже девиз до боли значит растет без поли нет результата посмотрел надо потуже польза тяну делающий потом там или там сбегал замази-мази намазал там согревающаяся пройдется нормально будет вот там продавил позвоночник прохрустел там все сейчас позвоночник стал на место сейчас все будет нормально короче и херах и все то есть ты вообще усугубил всю ситуацию то есть можно с компенсациями вообще поломаться вот там и до перелома чего-нибудь отрывая запросто да то есть можно до этого дойти вот поэтому если что-то заболело не нужно реально форсировать то есть либо бывает такое что какие-то там загон у организма редко такое но бывает просто сбавь вес на это подойти там под один на соседнюю стойку например ты приседаешь 200 поставь все 100 килограмм попробуй сотку там приседать соответственно проблем началась креста если проблема осталась все нахрен заканчивай свой присед и держать если в жиме соответственно так как тоже будет сказываться соответственно тренировка закончилась идешь на обследование то есть определяешь чем причина высморкался там сотника 1 вылетела во все я простываю то мне начинается чувствовать плохо мне температура там 36 и 7 а я забыли что должно быть 36 и 6 все я пропускаю тренировку и не буду заниматься вот или там что там поспал не очень удачно там шею не там побаливает все я не что-то что-то короче на насчет какое-то защемление я сегодня не приду на тренировку пишет тренер то есть таким фу таким быть скажем так вот приди на тренировку дата систем например там насморк если там что-то там это легкая боль в шее еще что-то приходишь на тренировку начинаешь разминаться после разминки сразу все стоит на свои места либо реально что-то серьезное либо нет если соответственно серьезная мы вспоминаем пункт предыдущий вот если нет то соответственно радуемся продолжаем тренироваться скажите у кого были такие ситуации в жизни прям по прошлому слайду что например где-то что-то почувствовал ладно пойду на следующий подход правиться ничего страшного через боль перетерплю да да по-любому половину было и у меня так помню было когда в итоге есть так приличный надрыв груди заработал жал жал через боль да ничего страшного потом хлоп пара волокон оторвалась а послушал бы тебя юрий светокина вот на этом вебинаре и подумал бы вот юрий сказал не надо держать пойди отдохни и не было бы меня кривой груди одной вот поэтому да везде должна быть определенная осознанность надо понимать смотреть на себя со стороны не думать в каких-то ситуациях отключать эмоции включать голову да без эмоций отключать их смотреть так 10 на что-то щелкнул что это может быть там это может быть там на надрыв поведу к я маленьким весом проверить ощущение если есть все значит дело обследуем нет пути приступить пробуем может быть такое есть кто-то хотя бы один человек который с этими согласится что генетика это все фуфло генетику можно сломать переломать там еще что-то или там до фарма вообще все этот вопрос здесь перекрой закрой десять раз и за со своей генетикой там сосать будешь скажем так по-другому тоже не скажешь вот то что это никакая генетика против метана там с устами попрек и вот мы сегодня как раз таки расскажем да значение генетики то есть насколько важна генетика политики какой процент успеха наставляет люди же почитали уже начинают писать до 50 процентов 35 процентов антропометрия тоже да одна относится кинетике само собой вот если конечно же грите конкретном движении то процент уже будет увеличить до соответственно после человек еще плюс обладающих короткими руками да будет соответственно до при нажать обладающий длинными руками коротким корпусом будет их и натянуть вот но генетика это важно составляющей при этом еще не все не сто процентов как вы сами написали и не сто процентов вообще нигде ничего не бывает вот вопрос к юрию это только к тебе вопрос начало да когда же я понял что генетика работает и вот снова к моей детской фотографии и это как раз таки та ситуация небольшая ну началось с того да что я все время там любил что-то поднимать тягать и про ту перевернутую машину про которые я говорил вот с детства любил всякие что-нибудь там помочь вытолкать машину там что-нибудь потаскать поносить еще что-то там какой-нибудь там не знаю болт не откручивается там а я его откручу и всегда вот тяну очень поднять еще что-то там только вот иначе то потаскать по поднимать и все время тянула в зал знал что у нас есть на зал когда именно когда узнал только лишь спустя года туда записался и пришел вот не потому что там каждую неделю говорю что вот сейчас будет понедельник я приду потому что рассказали что запись только идет строго с начала года сентября и соответственно больше набора не идет ну короче обманули мне вот и соответственно 13 лет 2004 года я шел зал начал заниматься а реально вот о генетике то что генетика реально работает потому что я не считался генетически дарил спортсменом вот да примерно я наверно бы сказал 1013 года потому что когда я стал уже выступать стал выступать например и выступаю в категории 93 до например я выступал приводит три в ipf кассу только лишь после чемпионата россии приехал по юниорам там просто не согнал 100 грамм взвесился 93 там не 100 грамм 93 400 здесь вот против меня за этот чемпиона мира в пц загнали соревнования были в экипировке он принялся 110 105 категории сухой здоровый коняра вообще конкретно и соответственно цитирую до чемпион мира вы по цене а в пц то есть разница да то что как раз таки сопоставляем генетику и краски и то что у нас извне вот поступает в организм выиграл эти соревнования соответственно у этого спортсмена выиграл с отрывом по моему расскажу сколько 870 45 килограмм отрыв то есть я собрал 915 он собрал 870 по моему сколько помню вот примерно с этого момента я стал задумываться блин а как так то получается да и потом соответственно я активно рос 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 прибавляя до каждый год реально семейными шагами прогрессирую то стоял на месте не не исключено что конечно же у меня был более грамотный тренерский подход вот но генетика тоже дала свое алексей пишет а если в детстве куколки играл ты ошибся видом спорта я думаю нет вы просто нашли себя еще был вопрос а если все длинное как на него ответим юрий нужно добавить объема что еще раз там был вопрос ну вот мы короткие руки хорошо жмется длинные руки короткий корпус хорошо тянется она это нам написано если все длинное не то чуть выше в чате то надо набирать объем там где-то возможны без объема никуда если все длинными очень редкий случай когда конечности длинный корпус длинный то есть корпус длинные в том плане что расстояние между воздушным гребнем и нижним ребром она такое приличное то есть должно быть у короткого прям вообще там буквально там кое-как и пальцы пролезают вот то есть самый визуально корпус короткий но если смотреть то есть ну грубо говоря то ли у человеку присутствует то есть это вид обриненном корпусе вот такие случаи бывают но очень редки то есть вообще длинные конечности вообще и многие руки это вид хорошей тяги как я уже говорил да то что соответственно если ты жимовик и ты обладаешь короткими руками объемной грудной клеткой соответственно и объем и и объемной грудной мышцы то ты всегда пожмешь больше чем длинно руки конь тектомору да например грудная клетка у него не объемная за счет этого и грудная слабо развита мышца вот это красный что касается тропометры тоже касается тяги опять же также ну коротко руки и коротко ноги длин из длинным корпус ему никогда не потянет на столько же сколько потянул и человек на например так жека лир агула надо у него прям конечности длинный корпус коротенький вообще прям корот paths Magic and get hands plus также длинные конечности дату из длинные ноги тебе дают более длинные мышцы более длинная мышца более сильная мышца как бы все взаимосвязан плюс на короткий корпус на короткий рычаг сильная мышца и тех вот тебе сильная тяга получается поэтому тропометры очень даже решающий фактор сарыча в руки длинные ноги кого-то скажу сарыча руки длины вы сравниваете не просто там руку человека с метр пятьдесят и руку человека приросте там за 2 метра понятно что метр пятьдесят то есть человеку рука будет короткая даже если он визуально не будет до колена висеть сарыча универсально относительно антропометрия вот я бы сказал бы что все равно руки не относительно коротковатыми идем дальше да он соответственно думать и все понятно то есть короткие ноги сильный прессе будет хороший прессе то есть он будет из точки зрения то есть движение будет короткий техничный и соответственно 7 и конечно же фраза до сломать свою генетику звучит уже не так мотивирующий да кто готов еще сломать свою генетику думает об этом что это возможно просто бывает человек который но вот пришел там не знают реально чем держит двумя руками и за год тренируется два тренируется дошел он там сжимов 40 килограмм до жима там 90 килограмм ну и что вы думаете что там позанимались там пять лет или десять лет он там будет жать там у таймы что ли да нифига есть люди которому дано вот они родились с этим есть люди которым нихрена не дано еще люди которые слышал как-то в электричке еду девушка она получается на тренер поэтому просто я и знаю нас этого тоже с алекс фитнеса вот на тренер по агробатике вот идите тренируют и она горит вот не там достался у него и мышц нет и мозгов нет вот и такое бывает бывает и когда мышцы есть мозги есть это кстати это более наверное блин более популярны когда это когда и не того не и не другого не чем кстати когда мышцы есть и мозги есть может так как говорил один очень умный человек тело как у разум подведем это нет или топ не мальчила как разум она совершенствуется бесконечно небольшой только хочу подвести получается если у вас есть генетика это здорово генетика это такое необходимое часть формулы для того чтобы там стать самым чемпионом без чемпионов не обладая генетикой она никакущая и все все факты остальные выполняет там на пять с десятью плюсами все он без генетики никуда не по не попрешь но при этом даже если генетика не очень но все остальное ты соблюдаешь тоже дайди до мастера спорта это возможно участвовать на соревнованиях там и входить у себя в регионе там пятерку десятку сильнейших спортсменов это возможно вот понятно что чемпионами становятся далеко не все только те у кого все эти факторы совпадают что еще много по планете ходят людей с отличной генетики на которые бездарно тренируются где-то что-то выступают не хотят потом задумываться не достигают там даже половины того чего могли бы достичь и потому что дал потому что как мы сказали у нас есть секретная формула секретные секрет вот поэтому быть просто нег Garrett чески одаренным ноги у нас в дне назнач partеров береги а хуже гондона спились и тому подобное то есть помимо того что вне чески одарен во-первых ты должен знать еще в каком виде спорта да то есть потому что генетика под каждой виды спорта будут разные. То есть, никогда, например, олимпийский чемпион по спринту не выделает марафонца, да, например, там на 45 километров. И наоборот. Да, и наоборот, само собой. А и тот, и тот вроде генетически отдалённый, да, человек. Соответственно, и марафонец не придёт, там не потянет 400 килограмм, да, например. Вот. То есть, нужно найти себя, то есть, в каком сфере твоя генетика будет приемлема, вот, и, соответственно, где-то тот спорт. А то некоторые приходят просто вот... Вот, не пофигу, что у меня там... Там, не знаю, я ходил, занимался какими-то там шахматами, или там, не знаю, там футболом, допустим, да. Хорошо играл футбол. Довольно-таки успешно. Но, блин, ну, пауэрлифтинг как-то больше. Плюс ещё там все девочки знают, что футбол это, блин, уже так в России завело, что-то полная дичь, если над нами смеются. А вот быть там здоровым, крепким, сильно, вот, блин, в принципе, круто. Вот. И это... Идёт, например, в пауэрлифтинг, и не очень-то и получается. Хотя, может быть, играть бы в футбол, добиваться успеха, косить бабло. Вот. А на пауэрлифтинге-то нифига ничего не накосишь, кроме травм, да, ещё чего-то. Вот. Поэтому... Кто-то пишет, мне кажется, наоборот. Поэтому и нужно, да, понимать. То есть, кто-то говорит, то, что каждый человек талантлив, вот, только нужно найти, как бы, своё. Хорошо. Ну, и вывод ещё раз какой. Если вы понимаете, что вы одарены в другом виде спорта, и вам нравится очень пауэрлифтинг, то, несмотря на то, что геометика может быть и на максимальном уровне, но если все остальные составляющие формулы успеха поднять на пятёрочку, всё равно ощутимых реальных результатов добиться можно. Ты согласен со мной, Юрий? Конечно. На что спрашивает, сколько строят тренировки? Да, Варен спрашивает. Сколько стоят тренировки? Тренировки стоят, ну, если брать, например, московские расценки, да, то ценник небольшой. Если брать, например, расценки там какой-нибудь, чего там, ну, резание, да, ещё чего. Ну, например, сколько стоит профессиональная тренировка с тобой в клубе? Каждый раз задаёшь этот вопрос, мне каждый раз отвечать на него неудобно. Стоит мне тренировка по прайсу 2500, да, разовая тренировка, то есть это, как и у всех моих коллег, да, то есть к любому коллегу, по-моему, подойди, который вроде как бы не чемпион и никто, вот, в плане спорта. Но, тем не менее, ценник у него тот же самый. Вот, то есть я там ничего не накидываю, с пауэрлифтером пытаюсь делать скидку, вот, за 2499, да, подать. Так, о чём мы говорили вначале, да, так всё же почему идёт эволюция пауэрлифтинга, о чём мы сказали вначале? Также хотелось бы распределить вопрос, почему идёт эволюция пауэрлифтинга? Почему идёт эволюция пауэрлифтинга, Настя? Потому что, первое, пора думать своей головой, да. Да, да, если бы информация плавает логику. То есть пора уже отклоняться от шаблонов, вот, как некоторые говорят, что, да, всё индивидуально, но всё индивидуально в рамках разумного, да, то есть не может быть то, что всё индивидуально, и у одного в приседе работают ноги, а у другого руки. То есть, ну, такой индивидуальности быть не может. Вот, то, что касается техники, да, например, у техника реально, есть, конечно же, нюансы, которые будут работать на всех, да, например, правила, каноны, вот, опять же, ну, придуманные мной, это не сказать, что придуманные, а аргументированные мной правила, вот. Взять, например, тягу, да, например, вот, то тут уже хрен там, вот, тяга – такое упражнение, что там до сантиметра нужно всё индивидуально вымерять каждому, вот, то есть всё практически, смотреть, смотреть, искать своё, как лучше, как удобнее, как вообще это всё визуально смотрится, потому что всё должно быть, как я говорил, красиво и эстетично, если, в первую очередь, это стартовом положении, потому что нового у нас ключевой момент в тяге. Поэтому я и говорю, то, что пора мыслить логически уже, вот, то, что если ты поймёшь логически, что как делается, то, соответственно, ты сможешь применять это на себе, на других людях. И укреплять знания. И давайте ещё немножко пересвозу разрешения дополню по поводу эволюции. Все мы живём в мире, который эволюционирует, эволюционирует техника, эволюционирует знания, наука, медицина и так далее. И спорт найдёт тоже много шаг неотделимый от науки. По спорту проходят исследования, тестирование, там собираются эстетические информации, и на основе её уже рождается что-то более эффективное, применимое, более эффективно применимое, и научно обоснованное. Так как раньше там первые учебники писались по каким-то маленьким выборкам, общим догадкам. То есть, делать просто элементарно, да, например, я сто назад. Ты, например, порезался, у тебя пришло заражение кровью. Отгадайте, что делал врач. Кампутация, вот и всё. Лечили. То есть, результат есть, тебя спасли жить. Да, живой, ну и всё, спасибо, скажу доктору. Пусть ты без руки там или без ноги, но зато ты жив. Спасибо, что живой, как говорится, раньше была медицина. Вот, но, соответственно, прогресс идёт, наука развивается, всё развивается. То есть, можно ли сказать, что там методика нерабочая? Да, нерабочая. Но появилось более эффективное. Так же и здесь. Согласен со мной, Юрий? Конечно, конечно. А вы согласны с нами, ребят? Я же не дорассказал, что со мной было. Точно, точно. Вот, то есть, напомню, да, то, что была у меня у отца, и был отец, соответственно, так как он у меня погиб ещё в возрасте 5 лет. Вот, была машина. Кстати, на этой машине он разбился насмерть. Так уж всё получилось печально. Стояла машина на домкрате. Домкрат вывернул до упора. Подёргал, подёргал машину. Перевернул на бок. Вот. И не думал, что я там был, потому что супер-мега силён. Всё, что это маловероятно. А просто она уже была, на грани балансировала. Вот, там оставалось, там буквально, как в этом, как в сказке. Там мышка прибежала, хвостиком махнула, и всё. Вот. И, соответственно, сестра спрятала меня в шкафу, где я просидел до прихода моего отца, да. Соответственно, думаю, все сами, да, понимаю, что он охренел. То есть, как это вообще получилось, и как это можно было сделать. Вот. И все, наверное, думают, что я там получал конкретных пиздюлей, но нифига. Кроме охреневшего взгляда отца, в принципе, я больше ничего не увидел. Вот. Ну и после этого меня всё время заставляли таскать вёдра с водой, так как я жил в частном доме, где не было водопровода. Вот. И носил вёдра с водой, хоть и полупустые, но для пятилетнего пиздюка, да, то есть по 5 килограмм в каждой руке таскать. Где-то там метров, наверное, 250-300 было от колодцев. Вот. Я таскал воду в каждой руке и погнал. И плюс мне ещё один сделал турник, чтобы я больше в машинале не переворачивал. Постоял турник, где тоже с кольцами я подтягивался, пытался в примере подтягиваться. Вот так зародился будущий чемпион. Переходим к ответам на вопросы. Виталий спрашивает, Юрий, на какое количество подходов в среднем хорошо было бы выполнять тренировки приседа? Какое количество подходов в среднем хорошо было бы выполнять тренировки приседа? Ну, тут будет... В зависимости от количества повторений. Соответственно, меньше повторений, больше подходов. Больше повторений, меньше подходов. Если ты приседаешь на 8, то у тебя будет подходов рабочих 4. Допустим, да? Если приседаешь на 3, на 4 повторений, то у тебя будет подходов рабочих 6. Вот. Если ты приседаешь на два повторения, или у тебя синглы, делаешь подходов шесть, то, соответственно, у тебя должен быть еще какой-то второй присед, усредненный, на котором ты еще как-то поработаешь. Потому что на двух повторном, уж тем более на синглах, никакой силы у тебя развиваться не будет. Вот и все. Элементарная логика. Да, ну а более подробно познакомитесь с логикой уже Виталий в нашей школе. Надеемся, там увидится. Даниил, что думаете по поводу Дэвида Лэйна? Я не знаю, кто это. Следующий вопрос. Мы думаем, что это хороший человек. И переходим к следующему вопросу. Артак спрашивает, Юр, откуда брать информацию, литературу посоветует. Блин, откуда брать информацию? Я информацию компоновал от многих-многих источников разных-разных преподавателей. Хороший вопрос, да. Как-то у меня парень один молодой, ну, учится сейчас в 10 классе. Вот, это было на семинаре в Питере в начале марта, 3 марта. Вот, он ко мне подошел после семинара. Сказал, блин, Юр, ты столько дофига знаешь, а вот посоветуй, пожалуйста. Говорит, какую-то литературу ты читал, вот, и, ну, то есть, для него что-то посоветовать. И, то есть, на что я ему, вот, я сказал, я говорю, ты сейчас в школе, говорю, учится, но вижу, что он молодой. Вот, я говорю, у тебя сейчас геометрия, математика есть, теорему все изучаете. Да, конечно. Я говорю, а ты, говорю, теорему, когда у вас же есть, например, там, сдача, например. У нас всегда были сдачи, теоремы, то есть, ну, и, соответственно, все их учили, то есть, теоремы, да, то есть, теоремы Пифагора, там, и тому подобное. Вот, ты их учишь, говорю, и сдаешь? Он такой, ну, да. Мы когда их проходили, говорю, теоремы, я их мог сразу решить как задачу. То есть, кто-то учит, а кто-то сам решает. Вот, и вот к этому я, как бы, привожу, что не нужно перелопачивать кучу горы литературы, да, то есть, уже готовой. Вот, во-первых, там бывают ошибки, раз. Во-вторых, лучше все изучить самому, потому что ты как раз-таки начнешь мыслить, вот что самое важное. Я поэтому в нашей школе именно стараюсь делать так, чтобы у людей, ну, то есть, начала работать голова, да, то есть, чтобы они уловили логику, сам алгоритм всех этих действий. Вот, и на самом деле, для того, чтобы в чем-то разобраться, нужно просто учебник по анатомии, учебник по физиологии и хотя бы какие-то поверхностные знания физики, да, то есть, как сейчас работают там рычаги силы и тому подобное. То есть, не нужен там целый сапрамат, чтобы там высчитывать, не знаю, опору на фундамент и тому подобное. Вот, каких базовых знаний будет достаточно, чтобы улавливать логику, чтобы что-то конкретно там исследовать, анализировать, конкретизировать и тому подобное. Идем дальше. Вопрос, Юрий, когда вы будете выступать? Это секрет, Юрий, или нет? Через месяц буду выступать на US Open. Юрий, планирую выступать через месяц на US Open. Вот ответили на вопрос. Иван пишет, сейчас у меня чуть сместилось. Хотелось бы узнать, какие упражнения или даже режим тренировок способствуют прогрессу в жиме лежа. Такой широкий вопрос. Какой режим тренировок? Блин, ну, вся подготовка складывается не от одного режима. Как я говорил, то есть, после картины нужно отдохнуть. Потом бывает, что нужно заняться какими-то вообще другими делами. Вот, то есть, не пауэрлифтингом. Как-то вообще отвлечься, отвлечься, то есть, и физически, и вообще головой. Вот, потом начать потихоньку в межсезонье, то есть, подкачки. Хочу сказать, хуячки. Вот, то есть, подкачки, работать в базе объемно, но легко, да, то есть, на большом запасе, там, процентов 50-60 от максимума. Вот, то есть, потом, соответственно, переходить уже в силовой период, понижать повторения, повышать подходы, далее выходить на пик силу. То есть, вот так все это строится, и неважно, это жим, близься или тягот. Вот. То есть, тут конкретного режима не таскать. То есть, да, то есть, деклирование, да, там, 4-5 повторка, она вот такая самая оптимальная для силового роста, именно за счет того, что ты, получается, попадаешь четко в криокеназный период. Ну, и, да, немножко дополнить твой ответ. Наверное, правильно подобранные подсобные подводящие упражнения, в зависимости от особенностей, от мертвых точек, там, от слабостей, тоже важны. Но, опять же, это тема отдельная. Это целый урок, в принципе, да? Целый модуль. Это целый модуль. Поэтому ответ, полноценный ответ, развернутый на этот вопрос, занимает не одну минуту, и он будет разобран, он разобран в модуле жима лежа. Интересует питание, Юрия. Какое у меня питание? Килграмм пельменей за один прием с мазиком и маслом. Питание сумбурно, сразу скажу. Сейчас я на готовом питании сижу уже почти год, только не Грофуд, а рацион. Вот от Грофуда я ушел, по некоторым причинам. Вот, поэтому сейчас у нас у меня есть друг, который запустил коллегу по работе, который открыл свою доставку готового питания. Вот ее я и живу. Ну, получается, у Юрия взвешенное, сбалансированное питание. По часам, по программам за Юрию все сделал. Ну, по часам не получается, и все. Потому что, например, да, если я иду тренироваться сам, потом начинаю тренировать других, у меня бывают перерывы до 6 часов. То есть все живые люди, не роботы, но максимально Юрия старается придерживаться, так как всем понимаем, что питание... Я же стараюсь сожрать эту охоту, как стараться пойти пожрать, найти время. И эклеры, Натасе, можно позволить, но опять же, это не значит, что если Юрий где-то на вебинаре съел эклеры, значит, можно есть сладкое, жирное, и так далее, бесконечно много, и это принесет тебя, как-то, и 500. Так, вопрос от Васи нашего сегодняшнего контроля. Так, твое мнение о чередовании в высокоинтенсивных и высокообъемных тренировках, как, например, тяга высокоинтенсивная 3 по 3,80, 5 процентов, 2 по 2,90 процентов, на следующую тяжелую тренировку тяги 70 процентов, 5 по 6, допустим. Я в курсе, что ты не любишь процентные схемы, это пример, как сказать. Ну, для примера все понятно, в принципе. Ну, да. А что, 3 по 3 это высокоинтенсивная тренировка, что ли? Ну, потом 2 по 2 идет? То есть, в одну тренировку сделки по 3, потом 2 по 2? Высокоинтенсивная тренировка, это когда ты сделал 15 подходов по 3. Вот это высокоинтенсивная тренировка. Это нифига не высокоинтенсивная тренировка, это просто интенсивная тренировка. Вот это высокоинтенсивная, высокообъемная, это как-то пафосно звучит, но нифига это не так. Ну, предположим, пусть будет 9 подходов по 2 повторения, а здесь будет высокообъемная 5 подходов по 8 повторений. вот таком циклирование на одной неделе так другой так твои мнения вообще внутри по 3 2 по 2 это блин не знаешь это в один день я считаю что либо ты работаешь по ты либо ты работаешь по 2 не вопрос другом вот выпустим в этот не 3 по 3 уберем 3 по 3 пусть быть 9 по 2 на одной неделе он же не пишет 2 по 2 нужно что-то что это высоко интенсивно понял тебя 2 по 2 это даже тренировка не называть я просто понимаешь что важно что за на следующую неделю тяжелую тренировку тяги но вот с большим количеством повторений раз таки вот о чем я говорил да что не должно должно быть хаоса да то есть принцип во время этого вебинара было получено ответ на этот вопрос что должно быть четкое циклирование так может во время этого вебинара него это вопрос и делал есть время для объемных тренировок есть время просто если оттяге до которая выполняется раз в неделю ну блин ладно например у тебя присед за 1 1 1 1 1 делаешь тяжелый интенсивный другой делаешь объем да так прокатит допустим вот и сделал например на неделе один интенсивно потом там через четыре дня там понедельник интенсивно опять 4 сделал объем вот но если например одну неделю делаешь интенсивно вторую неделю ты делаешь объем на потом как я уже говорил там третью неделю вообще там не знаю там сколько там просто там 4 по 4 сделал логика во всем должна быть логика у каждого периода есть своя цель задачи в этом всем должна быть логика я логика есть него никакой вообще вопрос от ивана как максимально рационально питаться до соревнований чтобы не убивать результаты я так понимаю убивание результатов при условии что необходимо войти в нижнюю весовую категорию тут есть два пути первый путь юрий о нем уже рассказывал если не слишком много лишнего про быстрое сливание перед взвешиванием расскажешь еще раз мы сливание да если например эти там лишних там два килограмма вот то лучше и просто сбросить за сутки до последний момент они парятся за сутки сбросить чтобы организм никак это не отреагировал именно как стресс потому что только организм реагирует это как стресс то все вес стоит колом на самом деле да если он то есть почему например люди толстеют по двум причинам от переедания либо недоедание вот то есть как только обмен вещества соответственно замедляется от недоедания человек начинает набирать потому что организм считать что он недоедает то есть не будет хоть энергию начинает копить энергию то есть ну запас энергии качестве жировой клетчатки откладывать правильно же славки поэтому соответственно чтобы организм не успел ничего понять вот нужно очень быстро это все сделать поэтому за сутки лучше это все провернуть на это выступаешь в альтернативе тут дождите никак минус не уйдет то есть сутки например не поел там по минимуму попил взвесился потом до сутки все это даже слышать скомпенсировал и все вайпер тут все сложнее вайпеха всегда говорю то что если тебя много два килограмма скинуть можно дать все что уже дофига и тысяч например сухую например то есть и гонять и нечего вот если например такой скажем так жирники да немного то есть но у тебя есть лишняя жировая масса вот ты например у тебя на выступаешь категории например там до 105 до например собрать и ты весишь например 110 начинаешь об этом задумываться только лишь нам спустя ближе к соревнованиям до начинаешь гонять вес 5 килограмм потом тебя не получается локом ничего поднять так ты сбалансирует питание так чтобы просто у тебя уже был вес 105 ты можешь там вес сбалансировать так что ты потихоньку уйдешь в 93 еще и оставишь результаты силовые силовые вот поэтому ну каждая ситуация будет индивидуальные где-то надо делать все заранее заморачиваться где-то надо делать это все быстро то резюмирую если ты уже сухой тебя нету жировой простой как надо сбрасывать значит не надо сбрасывать потеряешь мышцу если у тебя есть что сбрасывать делать как можно раньше просто стремись без дела это грамотно грамотно заранее не тяните не до последнего начинай правильно питаться прямо сегодня если там один два килограмма лет речь который можно погулять ну уж так случилось есть вариант сделать перед самым взвешиванием следующий вопрос лучше тренировочная программа я думаю лучше тренировочная программа которую ты составил сам себе базируясь базируясь про пройдет наш онлайн-курс базируясь на полученных знаниях и обратной связи и так далее это будет самый лучший тренировочная программа напечатанной это на самом деле тренировочной программе все просто вообще вот ничего сложного не должно как правило все что логично все просто да не все что получается логике поддается все на спрос просто главное не перебирать по количеству упражнений не не борщить по нагрузке вот и не тренироваться тесно каждый день вот и все все будет нормально следующий вопрос от василия также интересует примерно объем пока пыша упражнений так допустим 5 по 5 и после тяги на прямых ногах 5 по 4 мало это или нет почему-то например основная тяга у тебя получается 5 по 5 на прямых ногах ты делаешь 5 подходов по 4 повторения то есть вообще если по логике брать не берем дают учет кпш например да вот то есть подсобка не может у нас быть да например у нас мертвой тяги на прямых ногах это больше как изолирующие упражнения но если например сравнивать с обычной тяга туда потому что направлено целью развития задней поверхности бедра до ягодичной мышцы мы соответственно больше работает статике мышцы спины разгибателей потому что у нас больше рычаг силы вот то есть это так нас работают мышцы перерастяжения состояние перерастяжения контрак нам делать малоповторки то есть четырех повторах это упражнение то есть оно должно быть ну как минимум 6 повторно вот значит чем не же ты делаешь меньше повторение в том упражнении где это ничего не скомпенсирует да вот то есть и дело что прямых ногах и состояние перерастяжения вперед из т יהёни это сына рис травмати за цию то есть и все получается под травм подводишь то здесь четыре повторка не не прокатит а так в принципе в целом объем для тяги ну скажем так средний что делать если срываются мозоль на тяги ну во первых нужно следить за потом выделением получается на ладони есть ладошки потеет то это стопроцентно что у тебя назови слетят то есть нужно их подсушивать то есть какими методами это можно сделать но не горят уж там спирт не спирт кому подобных то есть есть на жидкая магнезия да то есть хорошую жидкой магнезию брать не дешевую вот берешь магнезию прямо от нее прям запах такой спиртовой идет она мало того что как бы уже и роль магнезии играет но и опять же получается под подсушивает ладони частично блокирует потовые железы двигающих мышка нет значит у меня все глазах уже для снега будет темнеет вот далее но опять же не уповать на жидкую магнезию до без сухой магнезии сверху сухой магнезии всегда присыпать и стряхнуть лишний вот и соответственно следим за мозолями чтобы не было таких вот получается на наростов как правило вообще не срывается на мозоли я кожа под ними потому что они просто огромные стали не потому что они огромные потому что потовыделение вот прям сама мозоли это когда слетает ну и тоже допускать огромного рост не нужно вовремя и аккуратненько либо пилочкой я например ножницами аккуратненько срезают то есть выравниваю ну там куча у всех продаж на спорту то-то пензы и пензы да если это то что касается нас мозоли и хвата еще правильного не включиваться до подробного лайфхак литературу читать попал лифтинг бы то я уже сказал дальше юрий скажите пожалуйста играть ли роль направлены локтей и становой тяги и второй вопрос от того же евгения сразу написала если смысл накрывать штангу плечами как вы делаете штангисты нет это неправильно накрывать плечо не нужно проект скучал должна быть на гриф это ответил да то есть далее направление локтей на немедленно по поводу бицепса но у меня тлок направлен локте например либо там стороны сводишь либо к себе прижимаешь должно быть нейтральное положение то есть не нужно вообще об этом думать каких-то личных телодвижений то есть быть не должно вот как руки у тебя повесли так и тянешь да то есть мы стараемся верхушку ты не напрягать лишним да не компетенция быть не должно то есть вообще вы народ тут париться реально там вообще ничего напрягать не надо как лучше глаза в розе или вовнутрь лала пани расписала этот вопрос в чате мы написала здесь и мы на него конечно ответим если какие-то особые рекомендации для прогрессии в режиме лежа в женском тренинге заранее спасибо за ответ если особой рекомендации почему который для женский тренинг и мужской самом деле единственный нюанс различие между женским и мужским но девушки более выносливы да то есть им можно давать больший объем тренировок вот и на них мало повторки практически не работают то есть и нужно работать там диапазоне плюс минус пять повторений взять какой супер тяже мужика там ним три повторка будет хорошо работать супер тяже ленивый большой долго восстанавливать самоту на девушках все будет иначе соответственно объемный тренинг будет пять по пять шесть по пять много мне кажется надо будет делать подкачки вот межсезонье ну то есть много повторной работы то есть базу нарабатывать потому что как правило у девушек ну я всегда говорю сначала нужно то есть тренировать то чтобы было чем поднимать это и сначала мы набираем мясо да то есть такое больше бодилюдерском стиле тренируемся и потом соответственно уже начинаем работать там в пяти повторном режиме вот то есть четыре до шести повтор скажем так то есть это должна быть основная подготовка на принципе все должно быть так основной вот но девушка должна больше внимания уделять дальше вопросу николай в чем проблема мертвой точки в жиме лежа в средине амплитуды угол между плечом и предплечьем 90 градусов над чем поработать чтобы устранить здесь плечом и предплечье смотря как рука взят насколько хват широкий плечо и предплечь 90 градусов это понятно чем вопрос еще раз мертвая точка здесь амплитуды угол между плечом и предплечем это все понятно максимальный крутящий момент ничего делать да ничего не делать это неизбежно всегда ешь я же рассказывал в этих своих статьях что и наших предыдущих мастер-классах что такие существуют получается анатомические ситуации вот которых мы не избежать никак никому вот если там какой-нибудь не пришел из другого космоса да то есть из другой планеты вот то есть это именно анатомически задается такая ситуация что у тебя возникает мертвая точка в таком положении то есть когда плечо параллельно правило вот когда и грудная мышца сильно растянута и крутящий момент максимально плечевой сустав вот тут всегда штанга встает к вам тогда мы перейдем дальше вопроса дмитрия и это не середина амплитуды получается одета первая третью амплитуду за две недели для соревнований делают ли прикидки за две недели до я делаю неделю достаточно за две недели да то есть этот меня все время тем более подготовки все ужаты вот и за две недели например присед и режим можно спокойно сделать то есть прикидку да не проходку то есть не нужно будет выходить на максимальные веса и проверить там болит задавить нет ну не задавит ну и круто задают мы их лесу да то есть прикидка это до первого рабочего до первого срывать но подхода проходка два китка проходка прикидка это просто до первого для того чтобы получается разобраться да то есть какого места тебе нужно начать вот для этого делается прикидка соответственно ты можешь уже ак Workers ты dapat в спортсмену ты можешь по прикидке уже примерно прикидайся 380 на раз да например там почувствовал запас но на 400 я готов до соответственно это начнутом килограмм 370 вот тут сейчас такой сразу посчитал так 370 тонн начинал значит был там планировал 400 вот соответственно ты стесны шага 370 385 437 90 400 ну как-то короче это все решается если например неопытный не знаешь а у тебя есть тренер то тренер соответственно те скажем потому что ты готов следующий вопрос от николай нужно ли оттягиваться назад при тяге сумма или необходимо вставать вертикальный вверх на какую часть стопы при этом должен располагаться центр тяжести на куча стопы внешняя часть стопы идет вот то есть при стрельбе у тебя все равно идет в тяге на пятку никакой опоры быть не может если например приседа у нас немного с акцентированно получается с акцентирован упор на пятку за счет того же каблука да например шнагетка вот у нас получается всегда в тяге будет немного все равно на носок эти нагрузка вот потому что у нас идет стабилизация мышц мышцами голени то есть во время всего движения опять же в дотяге до в локауте нам нужно вообще создать противовес то есть получается вдавить чуть-чуть пяткой чтобы чуть-чуть танец а назад спрашивать нужно оттягиваться назад тяги сумма не подтягиваться назад в чем в стартовом положении или необходимо вставать вертикально вверх вставать бренд тоже ну короче получается если конечная фаза то тебе нужно сделать тогда что эти вопросов не возникало у судейства подводишь таз вперед что-то заберем сустав был впереди плечевого вот и все то есть там такое положение что никаких вопросов судя не возникает и следующий вопрос николай если ломает мост в жиме лежа в самом низу в чем проблема расслабляешься внизу получается в концентрации а может ли быть что не хватает подвижности растяжки не дается удержать ногами нормально не уперся ну груди не стоит только правило если мост ломается блин лапка скользкая конце концов есть например лавка нормально ты лопатками уперся до лопатками уперся ногами уперся моста куда деться не должен у тебя две опоры есть то есть или где-то не хватает стабильности мобильности или что-то не так по мостам лапкой либо лопатки опять же не заправлено когда чем например ты снимаешь до начинаешь опускать так ли сюда ушло все это сразу же грудь не запустил стабильности не хватает получается плечевом поясе как вариант и мобильности и всего сразу ключевого пояса далее читаем в каком стиле стоит тянуть если короткие руки и ноги а корпус длинный либо конечно лучше смотреть на практике первую очередь но это что-то ближе к классике будет как не удивительно вот либо это будет сумма с узкой постановка ног вот то есть узкая сумма либо это классика может быть опять нужно пройти индивидуально так что отношение бедра и воли может тянуть каждый просто нужно с постановкой определиться и все с правильнее поэтому поэтому лучше как бы сумма поискать свою постановку мог то недавно мы видели где-то картинку где девушка ростом метр наверное 50 чем-то делала постановку ног под самые диски да еще есть еще и стопы даже не развернула были параллельно причем друг другу долине вовнутрь как вообще-то потянуть можно вообще непонятно юрий потому что типа люди не думая ни о чем не механики будет матчистки до блюда за короче да и погоду все вот и поэтому нашу на школе мы рассматриваем что как и почему что вы понимали почему нужно так они так у вас была логика построение этого антон спрашивает юри вы рассматривали движение пара лично страны термеха и сапромат очень интересна эта тема я вот помню твой конструктор как раз это со стороны наверное механики то есть рассмотрение с резиночками работы там даже больше не механика просто обычно элементарный логика и соответственно чтобы что-то привести в движение нужно создать комфортные условия для движения вот то есть нельзя двигать например там не знаю там камень да например вперед место создаешь движение вверх например да то есть то есть то есть отношение углов и длины были все оптимальное приложение усилия должно быть верно то есть все должно быть как надо вопрос который наверно мучает многих стоит ли тянуть в поясе или нет юра почему-то тянешь без пояса потому что при сак нормально держит вот и если пресс нормально развитый держит вот если не держит на что тянешь опять же все тяги с поясом как раз таки приводит к трофей мышц пресса вот поэтому ну начало тянуть потому что не так комфортнее было то есть не то ли его не больно мне раньше была проблема с осанкой из этого была проблема началась позвоночником то есть внутри протрузии в родном отделе появились вот из-за этого я полтора года научился с болями в спине сначала в приседе потом в тяге стала ощущаться и когда попробовал тянуть без пояса не было не больно в поясе было больно и так начал тянуть без пояса и все то есть как-то это все активно дошло таким образом что просто организм не так подсказал скажем так а потом на себе было логически выстроилась ну и не забывайте да про упражнение тренировку пресса не забывайте его включать во время движения потому что задача не просто сделать спину прямая сохранить естественно изгибы то есть переразгиб слишком там сильное отведение таза прогиб поясницы тоже не есть хорошо почему как-нибудь рассмотрим более подробно или можете спросить уже в нашем онлайн-школе просто как не запишетесь дальше потратить вопрос от лала по а дальше вопрос от павла хотелось бы узнать отношение гирям как грозите физической силы для начинающего но мне кажется если вы пришли в пауэрлифтинг то начинайте с пауэрлифтинга если вы пришли гири то начинайте с гирь то есть берем какое отношениях а нормальное отношение спортивный снаряд хорош спортивный снаряд вопрос нужны вам с ними упражнения если лучше уже делать сразу упражнение под вашей спорта не для начинающего например ну любом случае новичку нужно сначала поработать в тренажерах вот то есть разработать нейромышечную связь но вообще то есть но не со свободным весом даже они агирица научиться вообще контролировать свой организм работать мышцами включать те мышцы которые нужны в работу то есть работать без компенсации потом постепенно соответственно усложняли поэтому да если ответить на первый вопрос как относимся к гирям нормальный спортивный снаряд начать к свободному весу а как для начинающего начинающего наверное нет как правильно сказал юрий надо начинать с более изолированных движений научиться чувствовать мышцы и делать движение целевой мышцы а не так как бывает что не привык человек работать на широчайшем и тянет он сверху да просто если ты делаешь тренажер которым просто там гендови и давида например и ты вместо там не знаю там груди и трицепса чувствуешь там что-то вообще другое там плечи бицепс вот он принято это бицепс значит что и задумался даже о том что что-то не так вот и на хрена тебе делать этих свободного вес куда ты будешь подключаться поднимать за счет компенсации одних да например там штангу либо гантели и так быстрее просто убьешься вот поэтому от общего в частном у нас начала начаться короче сначала начинаем научимся ползать потом ходить вот и все так что лучше всего кушать после взвешивания и в день самих соревнований но не кучу углеводов не кучу быстрых углеводов до дополнить если вы сидите шоколадку там вроде как вкусно много энергии энергии очень быстро кончится так как будет огромный спец инсулина и сахар из крови уйдет быстрее чем уже апатия начнем действует над кем обожрешься когда чуть-чуть сладкого да да хорошо им и мозгульки хорошо работает только до сладкого обожрался это все это те кроме как спать и ничего не хочется это опять же связано с виной поэтому ешьте обычную нормальную еду здоровую не употребляйте фастфуд который можете отравиться не убежать туалет не употребляйте не употребляйте еще на пару вопросиков ответим да так 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 что лучше есть при соревнованиями стоит ли на тяги в классике втыкать таз а не дать еще раз стоит ли на тяги в классике втыкать таз а не дотягивать фазе дотяга чего стоит я так понимаю есть сначала таз вот в классике уходит вверх а потом идет до дотягиваться до тяга и спрашивает стоит ли сразу начинать срыв ногами вот я так перефразирую тогда уверен что это так был вопросом нет но я вот так услышал стоит ли на тяги в классике втыкать таз а не дотягивать фазе дотяга а дотягивать это уже не не фаз дотягивать пропустим это еще будем гадать как правильно снижение нормального вопроса урлитеру переходить на правильное питание просчитать для себя белки жиры углеводы килокалории динамикой чтобы скидывалась медленно и скидывалась жировая ткань так как при слишком быстром сбрасывание веса худение большим динамическим горит вместе с мясом падает эндокринка падает тестострон и так далее следующий вопрос от евгена привет высокие руки длинные ноги длинный корпус хз еще у меня сколиоз вроде второй степени хочу тягу за двести вопрос при члене даже за 400 принципиально ли держать углы интересует угол голени 90 градусов если держу такой угол такой угол то спина получается сутулая все верно потому что это методика как я его что более должна быть при стартовом положении 90 раз нет неправильной классики в сумму должна быть 90 градусов пасеки нет более нужно подзаваливать немного вперед классики то есть как раз и корпус под выпрямиться и под разгрузится на соответственно разгибатели спины это раз соответственно не будто перерастяжение задней поверхности бедра и ягодиц опять же за счет этого выпрямления корпуса и заодно можно будет на среде сработать квадрицепсами потому что как у нас были перипендикулярно у нас крутящий момент клином суставе равен нулю вот и а так как можно у нас сработать и квадрами задней поверхности бедра что будет эффективнее поэтому лучше заваливать вперед но вот следующие строчки евгена сама ответила на свой вопрос если боль не важен вперед ту нору но в классике ну вот слова и подтверждаются хотя юрий этот ответ не успел прочитать я уже как бы аргументировал юрий хотелось бы узнать как тренируешься на отдыхе между подготовками дача реализации как о чем мы говорили важно оперативно все должно быть нервно всего отдыхать дня блин на после каждой подготовки это лечение втором после каждого и сам про криво клевых помостов и скорее всего решил я сделал вывод что скорее всего больше поступать не буду пока что в россии вот там посмотрим юрий как настраиваться перед соревнованиями но кроме того что я скажу наверное почаще на них выступать исходя из вашего плана не забывать туда встраивать согласно всем нормам дозирования нагрузки но может еще скажешь кроме на минуту я не знаю для меня соревнования это праздник ты же не настраиваешься там к новому году там или дню рождения вот то есть если для тебя это какой-то не знаю стресс либо еще что-то нужно стоит задуматься на психолог вот на самом деле реально то есть любой спортсмен то есть но хороший спортсмен скажет что соревнование это праздник реально то есть это тот день даст нас тот момент это можешь реализовать свои силы показать свой результат да и показать том на что ты способен выгнуться короче одним словом да и даже поэтому ты должен ждать этого момента не бояться приближение этого дня поэтому я не знаю чего боитесь я всегда жду наоборот и добывают такие ситуации тут схватил баранку ну вот схватил баранку на плите на плите забарай нас это не повод расстраивается но вот просто лишь переосознать блин на хрена я столько заявил вот это тебя бывает по-разному можно заявить и малой забранится там по причине недоседа там еще чего-то всяких разных причин найти точки роста работать надо вот над ними на сэн про например там можно было забраниться и начиная на процентов с 80 от максимума после того чтобы он с помостом к это хрена и там не делали помостях цене вот и все дальше таких спрашивает пропустил предыдущий вебинар теперь можно посмотреть но можно только до следующего вебинара предыдущих смотреть нельзя еще лучше записаться в школу и там узнать уже ответы на все вопросы они пытаться кусочками что-то собрать завал кисти в жиме лежа нюансы какие нюансы получается призывали запястье в первую очередь то есть мы уменьшаем амплитуду это последний вопрос на котором отвечаем вот сразу скажу что призывали кисти у нас первую очередь опять же напомню это мы сокращаем амплитуду раз во-вторых смещаем нагрузку также на лучевую кость так как когда у нас случается запястье нас перпендикулярно у нас больше будет локтевая кости и отдает локоть многих вот поэтому попробуйте да когда завалить запястье и боль локтяна уйдет или если не полностью то по крайней мере намного станет легче опять же так как у нас уже все знают да и принято что жим нас идет не по вертикально траектория либо подверг на него по дуге вот то есть завал кисти нам также акцентирует это движение соответственно по дуге либо по диагонали вот то есть как ни крути это положение выгодное задавая бонусом последний вопрос ответим прям самый последний подворачивается курточек на приседе шо делать да шо делать тянуться тянуть ягодичную если широкая постановка ног то тянуть приводящие мышцы а бывает ли такая ситуация в топометрии у человека что но он по-любому будет заваливаться или в случае любого нам нужно научить кубчик не бывает такой ситуации что у тебя не бывает а контрпометрик при которой у тебя в любом случае будет подворачиваться поясница нет то есть это все упирается в гибкость то или иной мышц вот то есть привозка среди посмотри ног это бы это большая ягодичная мышца пришел к постановке ног это привода вот и все все просто элементарно вот именно поэтому в нашем онлайн школе есть модуль про растяжку не только и самый бонусный вопрос то лучше к 1 гидрохлорид их хлорид или моногидрат однозначно моногидрат на этом ответы на вопросы мы заканчиваем спасибо огромное всем кто были с нами сейчас секундочку подождите не расходитесь всем кто были с нами ждите следующих вебинаров записывайтесь на нашу школу помните про скидку прям сейчас заходите на ссылку strong by strong выбирайте пакет и бронируйте место за собой бронируйте место потоки бронируйте место начала потока у нас примерно 23 04 уже в этом месяце уже вот нет то что в этом месяце я помню просто чуть-чуть под запамятовал дату еще раз спасибо тем кто были активны кто участвовал кто с нами активно переписывался кто задавал на вопросы на большинство мы постарались ответить практически на все ответили да спасибо за вашу энергию за выделенное время и до новых встреч все всем пока удачи